Многие скептики И лишь несколько счастливчиков сражаются за последние клочки привычного мирового порядка Безумец ли я? Ха, что ж, очень может быть Наверное, даже безумнее тех, кто сейчас отчаянно пытается сломать мой последний рубеж Зачем же я сражаюсь? Спросите вы Ха, все очень просто Эти твари забрали у меня все Теперь остался только я Говорят, что на том свете скучновато Даже поболтать не с кем А я очень люблю поболтать Много Без комментариев Напомни, почему ко мне в гости приходишь только ты? Потому что я единственный, кто более-менее может терпеть твои полеты фантазии Ну и флешбеки тоже К слову, Форд попросил передать, что ты просто конченый псих А, да И еще он тебе шоколадку передал И привет Да, это все объясняет Ты даже не спросишь, откуда у меня дробовик? Это швабра, дубина Ах, ну да Не важно Хорошо, что ты все никак не соберешься оформить лицензию на оружие Хотя С твоими-то флешбеками Тебе и мюхобойки не дадут Эх Да, ты прав Ладно, не тужи Не настрелялся, что ли? Давай уже Толкай свою речь Хорошо Приветствую вас, дорогие любители страшных историй Многие из нас иногда думают об одиночестве Когда все валится из рук Или ссор с друзьями не избежать Частенько мы ищем лазейки, чтобы укрыться наедине со своими мыслями Выпустить пар и тому подобное Однако Не всем это может понравиться Особенно тем Кто лежит в могилах на кладбище Герой сегодняшней истории Тоже хотел уединиться И абстрагироваться от реальности Однако он не учел Что, уедя от своих насущных проблем Он Влезет в дела Мертвецов Итак, друзья мои Устраивайтесь поудобнее И слушайте Снежная ночь Оживших Мертвецов Я жил около кладбища В небольшом доме Обычное кладбище Ничего странного не происходило Ну, разве только какой-то ненормальной ночью там мог погулять Так как до остановки так получается ближе всего Нравилось мне там Тихо Спокойно Можно о чем-то помечтать в уединении Но всему хорошему приходит конец Вот и моим прогулкам Тоже Задержался я в ту зимнюю ночь у друга Праздновали день рождения Было где-то 21.30 На улицах зажглись фонари Мой дом виднелся на другом конце кладбища Ветер заметал снегом могилы Рядом с тропой Я заметил что-то напоминавшее человека Осторожно подошел Припорошенный снегом свежий труп Лежал около могилы Мне стало не по себе Мурашки забегали по всему телу Я сообразил что надо позвонить в скорую или в полицию Телефона при себе не оказалось Решил отправиться домой Позвонить оттуда Немного отойдя Я услышал тяжелый звук открывающейся каменной двери Рядом со мной открылся склеп Показалась рука с обвисшей кожей Затем голова Это был бледный старик в черном костюме Он что-то прорычал Старик стал медленно идти в мою сторону Уже оставалось пройти ему пять метров Когда я разглядел его глаза Зрачки я не увидел Только два стеклянных шара смотрели на меня Будто я пища За моей спиной послышался стон Я обернулся В снегу лежало то тело По следу на снегу я увидел Что оно медленно ползет в мою сторону Тело стало подниматься на четвереньки Потом и вовсе на две ноги Изо рта трупа донеслось рычание По лбу у него стекала кровь Как будто от него откусили часть Я поспешил убраться с кладбища Обернулся Два незнакомца отстали Вдруг в ногу что-то вцепилось Я почувствовал укус Безногая бледная девушка вцепилась в мою ногу Я почувствовал адскую боль Из ноги полилась кровь Я упал рядом с девушкой Она накинулась мне на шею И стала ее грызть Потом она снова начала отгрызать мне ноги Я лежал в багряной луже собственной крови Последнее что я помню Те мужчины наконец-то дошли до нас И принялись грызть меня Я увидел как один оторвал мне руку Дальше Я закрыл глаза Очнулся Я полз по земле в компании тех трех обидчиков Странно Мне сильно хочется Сырого Мяса Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...